Витаю всех украинцев с Днем Конституции Украины, приветствую всех украинцев с Днем Конституции Украины и предлагаю вашему вниманию видео, которое так называемый День Конституции Украины или почему Конституция не работает в Украине. Давайте, давай. Вот я уверен, когда, если вы сделаете вопрос среди всех зрителей моего канала, и даже не только зрителей, среди всей Украины, задали такой простенький вопрос. Вы читали Конституцию Украины? 99,9% ответили никогда. Да, да, да. Но зато когда, как, как, как вы любите цитировать Конституцию Украины, при этом чаще всего говорите неправда. Нет, я знавал и знаю некоторых людей, которые хорошо знают Конституцию Украины. Ну, Журавский, да, очень часто любил на токшоу ходить с книжечкой, рассказывать, зачитывать, спорить не буду. Ну, еще интересный знакомый, чертовски интересный. Его, ну, 90-е годы осудили на ПЖ, по жизнезаключениям. Он отсидел в общей сложности больше 15 лет, потом, ну, немножко так, развернулась ситуация и освободили. Так он действительно за 15 лет на память выучил Конституцию Украины. Вообще-то она маленькая, аж наша маленькая книжечка. По этой причине, честно говоря, меня так подбирает мысли. Вот этих умников, которые пытаются выдать какие-то свои цитаты за Конституцию Украины, чаще всего врут. Вызывать, придумывать какие-то несуществующие статьи. Вот этих умников на 15 лет, чертов! Чтоб за 15 лет выучили. И не говори глупости, чего нет Конституции Украины. Это смешно! Они цитируют Конституцию Украины мне, человеку, который знает, ну, если не на память, то шикарно знает Конституцию, и рассказывает всякому бредятелю. Да нет такого Конституции, что вы придумаете. А то, что есть, я вам рассказываю. Ах, так вам глаза правда режут! Вот так и скажите. Да, есть такой немножко нюанс, что Конституция Украины не работает. Давайте немножко напомним вам, как она вообще появилась и почему же празднуем. Если помните во времена Кучмы, ну, никак не могли принять Конституцию. Срач был такой! И тогда действительно Кучма припугнул депутатов. Вообще-то, эту идею дал один человек, имя, которое сейчас считается как бы не принято вспоминать, или вспоминать можно только в контексте такого. Но Кучма советом воспользовался и припугнул депутатам. Сказал, если что, провожу референдум и Конституцию принимаем на основании референдума. Депутаты от страха усрались все! Нет, я не шучу. Усрались, не усрались, испугались очень сильно. Почему? А вот потому, что вы Конституцию не знаете, а я знаю, почему не испугались. А смотрите, в чем трюк. Все же профессионально понимают, что люди на референдум ходят, голосуют, а никогда ничего не читают, не знают. Как и соглашение про ассоциацию никто не читал, а на Майдан бегали. Так бы пришли и проголосовали за эту Конституцию, никто бы не читал. А что это значит? Если Конституция принимается на основании референдума, потом, расскажите, минуточку, такие изменения надо, тоже на основании референдума. Тем более, Конституцию приняли, что называется, в рабочем варианте. А депутаты хотели, почему срать был? Хотелки, хотелки свои хотели засунуть. Понимаете? А срать был, где ли я? И они понимают, что проголосуют, путь-вот без них не хотелось. А-а-а! А-а-а! Ой, какие они испугались! Вот, молодец все-таки! Советник лучший! Хороший совет дал! А так надо пугать этих мерзавцев! Тогда что получается? А не пугаешь? А! Вот, вот эти засранцы не могли принять Конституцию! Сранец, что называется, за каждое слово! Засранцы! Подробнее никак не сказать! А когда приперло, как же они рванули! За ночь приняли! В этой причине действительно, в Конституции, ну, потом поисправляли, было очень много ляпов. Чистого, ну, как бы, стилистических ляпов. Ну, знаете, там вот, ну, к примеру, не а, а э, и, не. И ты читаешь и говоришь, ну, черт-то нет! Ну, действительно, потому что продолжение не имеет смысла! Потому что просто, когда ее принимали, быстро-быстро-быстро-быстро! Мало-то некоторые поговорят, что вот все-таки тот вариант, за который голосовали, который потом подписал, по-моему, плющ, если не имеет память, он не совпадает! Ну, потому что такой был срач! Ну, ночь принимали, что вы хотите! Приняли, 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 да, да, да! А почему не работает? Родные мои, понимаете, Конституцию можно писать любую! У нас в странах мира есть Конституция, есть в странах, где нет Конституции! Но Конституция работает только тогда, когда она превращается в традицию! Это не мыслово, сразу говорю! Это слова великих легетистов, которые жили больше двух с половиной тысячи лет тому назад! Нет, они не говорили слово Конституция, они говорили закон! Понимаете, в Китае, что вы правильно поняли, в Древней Китае первое государство, где началась какая-то юриспруденция! То есть законы как-то начали систематизироваться! И можно сказать, получилось типа Конституция! Ну, точнее, что это за указы императора! И вот, вот эти китайские философы или ученые так хотели, их почему-то не называют философы, да и называют юристами! Ну, слово юристы – это существо! Они пришли к выводу, что можно издать любой указ, но если он не превращается в традицию, он не действует! Они чертовски правы! Черт-то их по праву! Вы знаете, в Викобритании Конституции есть традиция нормально работать! В Украине есть Конституция! В чем напомнить? Согласно нашей Конституции, которая сейчас есть, у нас высшее должное лицо не президент! Ты чего такое президент? У нас высшее, ну вообще это считается, Верховная Рада, спикер, вот это самое высшее должное лицо! Да! Потом идет Кабинет Министров и исполнительная власть рука Кабинет Министров, причем Кабинет Министров президенту не подчиняется! Согласно Украинской Конституции! Так так и написано! Написано! А президент, президент гарант Конституции! Что значит гарант? Его цель, ну, смотреть, как Верховная Рада и Кабинет действуют, при этом не нарушая статьи Конституции! Если они нарушают, вот тогда действительно президент должен мешаться и своими, как бы сказать, в это так дальше повлиять! Вот так прописано в Конституции Украины! Чего удивляетесь? Чего удивляетесь? Да я понимаю, что вы никогда не считали! Вот так, вот так, вот так модель построена! То есть считается Верховная Рада вверху, да вы избираете депутатов, все хорошо! Они фактически формируют правительство, они не президенты! Президент в данном случае в стороне! Вот такая у нас Конституция! И правительство отчитывается перед Верховной Радой, а не перед президентом! Перед президентом правительства вообще не отчитывается! Да, Верховная Рада должна контролировать пост его врыву и так дальше! Ну, если плохо работает правительство, в шее его и следующее! Вот так это работает! Вот так прописано в Конституции! Мало того, в нашей Конституции прописано, если депутат сволочь, выгнает! Ну, имеется ввиду, если он не исполняет то, что в партии шла на выборы, выгнает лозунги! И вот она, соответственно, эти лозунги реализует! А если депутат выступает против, в шее, поставит достойно! Так прописано в Конституции! Ну, без сволочи, но почти не работает! Вы знаете, у нас доходит до анекдота! То есть, человек проходил по одной, так сказать, партийной, а сейчас он критикует своих же! Ребята, родные мои, миленькие, так мы не поняли! Что это за бред? Ну, как же?! В России Конституция тем более не работает! И это же читать нет смысла! Тем более, что после того, когда обнулили строки президента! Полностью! Понимаете, почему в Украине Конституция не работает? Ну, во-первых, было очень много революции в Майдане! Революция, ну, оранжевая революция, фактически, ну, в общем-то, поставила хрест на Конституции Кучмы! Конституция Кучмы была не идеальна! И тоже не работала! Ну, там, единственное, что там действительно в Конституции был все-таки высший президент! Президент! Потом, соответственно, президент формировал правительство, а Верховная Рада немножко в стороне была! Вот такая ситуация! Ну, это было при куче! Да-да-да, это он добился! Так и было! Но, опять же, куча других статей, где действительно считалось, что Верховная Рада может влиять на президента, на правительство, пресекать! Ну, вот тот же бюджет! Согласно Конституции, как понимаете, бюджет принимает Верховная Рада! При этом, действительно, правительство, в общем-то, должно зависеть от Верховной Рады! И бюджет должен приниматься справедливый, честный и потом контролировать, как правительство исполняет! Ну, наверное, слышали, счетная палата! Счетная палата, ее функция контролировать, она довольно большая, как правительство исполняет то, что принял бюджет! На практике! Супер бардан! Нет, она контролирует, она контролирует! Она даже заключение делает, что, к примеру, правительство вот этот бюджет исполнило плохо! Что, к примеру, там должны были потратить так, потратили так! Вот эти общие непонятные деньги есть! Вот это все! После депутата слушают заключение счетной палаты и говорят, что есть пропозиция, вызванная работой уряду задувильной! Минута! Что же вы слушаете? Ну, вы же понимаете, если признать неудовлетворительным, значит, надо менять правительство! А там, друзья... Наработать! 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 Я уже молчу про всевозможные вот эти вот независимые, там, антимонопольные и так дальше, там, часть назначает Верховная Рада, часть президент, часть... Наработать! 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 То есть, получается такое, что черт на что! Ну, вроде бы, формально считается, что Сюгин-Антимонопольный комитет должен быть чертовски независимым! Он должен быть, что называется! А там, получается, такая ситуация, что он как бы независим, но, при этом, чертовски зависим от президента! Ну, что это такое! Наблюдательность НБУ! Да! По всем законам он ужасно независим! Да прекращай! 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 Тем черту независим! Как при Ющенко тогда посты в игры укрутил НБУ, так и сейчас! К примеру, Рада НБУ принимает решение! Девалювацию не допустить! Это было еще во времена Ющенко! А представьте, право мне говорят, а мне президент сказал допускать! Родные мои, вы... А это... В смысле? Ну, приняли, приняли! Вот это наша проблема! Ну, еще раз говорю, проблема получается в том, что сначала Раджа Радуся поставила крест! Ну, вы уже понимаете, после этого все задавали, говорят, а какой смысл исполнять Конституцию, если вы же сделали то, что нет... По Конституции действительно нельзя переголосовать второй путь! Ну, нельзя! По Конституции! То, что они там нашли лазейку можно... Нет, нет! Вот понимаете? Нельзя! Майдан, тем более, все перекрыли и убрал! Майдан вообще отменил Конституцию и Кучма и Ющенко и все! По этой причине, почему я говорю, что я с Конституцией не работаю! Ну, там записано одно, а у нас другое! А что вы хотите? Ну, не должен президент... Президент у нас с очень ограниченной функцией! Так Конституцию сделала! Причем это делали, опять же, по европейскому варианту! Чтобы власть президента, ну, Кучма была очень широкая, говорили, а это плохо! Давайте ее уменьшим! Это хорошо! Уменьшили! Не работает, зараза! Ага! Не работает! Самое интересное то, что может так случиться, что в будущем, ну, найдется сильный премьер или спикер, и он может это развернуть! И будет такая забавная ситуация, как в Грузии, когда президент с одной политической силой, а вот в Верховной Раде другая политическая сила! И тогда будет обычный срач между Верховной Радой и президентом! И, соответственно, тогда уже действительно премьер не будет подчиняться президенту! Ну, если помните Ющенко и Тимошенко, о, срач был хороший! Там действительно были как бы разные эти самые, они конфликтовали! Причем сама по себе Конституция предполагала как? Что президент, ну, наблюдает! И только если действительно какие-то явные нарушения Конституции, он действительно накладывает вето на решение правительства! Что делал Ющенко? Вот каждое решение правительства вето! 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 То есть, а я такой засранец хочу всех помстить! Ребята, нельзя так! Хочу! Такая была! Причем действительно, через 2008 года там заслуга Юлии Ющенко не меньше! И, по большому счету, да, действительно, вот, когда вот, ну, скажем так, власть или властные представители не хотят соблюдать Конституции! Ребята, что вы хотите про стальные статьи? Ну, что вы хотите? Да, там есть статья, где написано право на труд! То есть, грубо говоря, вы имеете право потрудиться! Есть даже статья о социальной справедливости! Тем более, там очень много раз пишут, что в Украине надо соблюдать социальную справедливость! Это значит и пенсии, и пособия! И это все написано! Но, когда читаешь, говорят, ну, поиржать можно! Почему? Ну, потому что если не соблюдается основа, если власть выстроена неправильно, про какие остальные статьи вы хотите? Но, правда, в Конституте есть тоже такая очень паршивая статья, которую вы все не любите! Налог платить надо! Нет, серьезно! Там четко прописано, что надо платить налоги, а кто не платит, должен внести наказание! Я не шучу! Почему вы не несете наказание за то, что вы не платите налоги? Видите, какая ситуация? Нет, в Конституции, конечно, прописано много красивых слов! Ну, типа, что Украина вступит в Евросоюз, НАТО, это бред! Полнейшее! Порошенко делать нефиг было! Да, действительно, в Конституции можно прописать кучу красивых, что все должны быть счастливы! А бесплатная медицина? Бесплатной медицины в мире не существует! Бесплатный сыр только в мышелухе! Ну, честное слово! Понимаете, в чем ситуация? Вы приходите, к примеру, в магазин, вы что бесплатны? Нет! А почему вы приходите к врачу и должен быть бесплатным? Ага! Вот это вот не надо! Вот это вот не надо! Врач бесплатно работать не должен! Вы что бесплатно не работаете? Ну, я да! А врач почему? Ну, кто ему платит? Вы же налоги мерзавцы не платите! Ну, не платите! А вы хотите, чтобы зарплату платили? Ага! Это действительно проблема! Потому что я говорю, что, понимаете, какая ситуация? Власть не соблюдает конституцию! Народ не соблюдает конституцию! Но если действительно, так сказать, тратить его не соблюдать! И если действительно взять пункты, то 99,9% украинских не хотим! Не хотим! Ага! Потому что, ну, кто любит платить налоги? Никто! Причем, во всех странах мира никто их не любит! Кто любит поступать по конституции? Ну, вот смотрите! По конституции что это означает? Например, вы действительно должны, должны, когда совершаете преступление, нести наказание! Логично! Да! А вот, не хочу! Да! Плюс ко всему, понимаете, вот в нашей конституции что-то написано, право собственного! Да! А вы что делаете? Да! 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 Мало того, конституция действительно прописала очень много красивых слов про экологию! Мусором лечить не надо! Грабить не надо! Не надо уничтожать природу! Да! Да! Вы это делаете? Нет! Так что вы еще хотите? Ну! Понимаете, какая ситуация? Да! Право на труд есть! Но и обязанности вы должны работать хорошо! Не воровать! Не бездельнички! Работать! Не хочется! Так и не традить! Вот это вся ситуация! По этой причине я говорю, что древние китайцы были правы! Что любой закон императора становится законом только когда он превращается в традицию! А традицию да соблюдает! Ну! Понимаете как! У нас тоже есть ряд традиций! Есть ряд традиций! Которые даже в Конституции не прописаны! Но и не соблюдается! Первая традиция! Если вы с кумом крадете, то это не крадешь! Это все для себя! А если и другие, то это не справедливо! Есть такая традиция! Есть! Вторая традиция! Ох вам подфортило! От подфортило! От подфортило! От подфортило! А чтобы соседа згорела на novamente! Это традиция! Жадность, заздрность, желание того, чтобы соседа было красиво! Есть традиция! Поломать! Но, користуюсь китайской традиции, у них тоже много чего было и на сегодняшний метод есть в Китае некоторые законы, которые действительно традиции. Например, один из таких нюансов, которые для нас не понимали, а китайцы не понимают. Если вы работаете, то, по традиции, вважается, что ваш керевник не имеет значения, бригадир или начальник цеха. Он для вас, я бы сказать, вы дитина, а он батько. Потому что вы понимаете отношения. Понимаете? И это в Конституции не прописано. Но это традиция. И это отношения, оно действительно, наши люди, которые видят, очень удивляются. Ну, как? А там да. А они удивляются, когда в нас. Когда есть керевники, он даёт команду. А этот работник любит. А, как раз обманул. Ну, так же не можно. Ты же понимаешь, ты работаешь. Нет, так мы можем. А в него в дружина втюка есть, а в моей нет. А в Китае это вообще не понимают. При чем? При чем тут? Что в него есть? Ну, какая разница? Ну да, в него есть автюка в дружине. У тебя нет. При чем? Ты работаешь. Понимаете? А я же это не понимаю. Как? Треба же пораховать, сколько автовок у керевника. Да, да. Есть такая ситуация. Что есть, то есть. Так что, на жаль, конституция не працюет. Но вы сами понимаете, после этих майданов революции это тяжело. Но пройдет 300 лет и запрацюет. Нет, я не жахтую. Понимаете, в Китае тоже до этого все рухалось 2000 лет. Ну, мы сейчас пошли, чем 2000 лет. И там действительно были моменты, когда, ну, как бы не працюло и так далее. А потом, сейчас действительно. И сейчас действительно. Ну, там можно не прописывать конституционные действия. Какая ситуация. Ну, про Англию, Великобританию, вы знаете. Там нет конституции, есть традиции. Есть много традиций, даже, скажем так, есть много законов, которые, там очень много законов, которые очень старинят. Но их никто не изменяет. И даже час от часа принимает вопрос. Может, давайте их почистим, поведоминяем. А это ведь навеще? Вот он есть, но он не традиции. Его никто не выполняет. Вот он есть этот закон. Есть этот закон. Но его никто... Ну... Наши его... Хоча его приняли, да, он существует, он действует. Но его... В Соединенных Штатах есть тоже велика кількість законов, которые, ну, сейчас безглуздят. Ну, тобто... Но их никто не выполняет. И никто говорит, ну, так и нужно. Но есть, действительно, деякая традиция. И вот так вот и, соответственно, и Великобританию. Но есть традиции, которые выполняют. Хорошо или плохо. Причем, я говорю, в некоторых моментах там даже законов не прописано. Я вам много раз рассказал и еще раз повторю. Великобритании, если король или королева не подписывает закон, который принял парламент, он не набирает законные слова. То есть, он считается, что парламент проголосовал все. Но только после того, когда король или королева ставят подпис, а потом еще отдельная человек ставит печатку, там есть отдельная человек, которая ставит печатку. Только после этого это является закон Великобритании. Ну, нет подписи, нет подписи, нет подписи, нет подписи. Проголосовали все, нет. Понимаете? И это четко. И за последние 200, не больше 100 лет, и короли же менялись, короли, королева, все подписали. Вот принимает парламент, подписывает. Великобритания, да вы же маете право не подписать. Мам. То есть, нет такого закона, который превышает короля подписывать. Там есть только по каким законам, где он действительно, ну, по импогоду. Нема. Ну, нема. А не подписывает. Питает, почему? Ну, это когда-то вопрос за этого. Ну, потому что подписывают. Потому что раньше подписывали. Ну, не подписывали. Ну, не подписывали. Ну, навыщо? Это создает прецедент. Это создает проблемы. Навыщо? Ну, как это происходит. Так что, рухаемся в историю. И начнемся жить по традиции. Хотя я знаю, что это очень тяжело. Я знаю, что для этого нужно очень много времени. Я знаю, что есть много традиций, которые вам не понравятся. Ну, которые должны быть. Ну, например, работать честно. Действительно, выполнять указки керевника, но не просто выполнять, а выполнять как можно лучше. И работать много, интенсивно. Мало того, всегда думайте не про то, как президент чем-то занимается. Это не обычный президент. А думайте про свою семью. Про свой старт. Когда работаете, думайте про свои заощрения. Да, 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 да. Не держава должна за вас думать. А вы должны про это думать. Кроме того, вы действительно должны, ну, если вы говорите, лекарь. Медичная страховка должна быть у вас. Да. Когда вы захворели, скористайтесь. Но из-за страховки нужно платить. И працювать надо. А когда вы берете позицию, нужно повертать. И процентов платить. Да. И много чего нужно. Если вы хотите, чтобы все было по Конституции, то вы должны начать все по Конституции. А если вы не хотите по Конституции платить податки, то что вы хотите? Ааа, наивные вы. Ааа, наивные вы. Тоді не требуйте. Я уже молчу про это, когда вы голосуете. Багато раз говорю, что голосование – это шоу. Но если вы уже голосуете в шоу, то вы не голосуете за дурнем, ризотниками. Черт за кого. Ага, находитесь смешно. Людини крыма не надо ставить. Это ж подонок из подонки. Он до этого уже столько всего. Ну, просто неможливо не видеть, что это подонок из подонки. Нет. Он сейчас обещал исправиться. Вы что? Действительно таки дурьми. Не понимаете? Чуть брешет. Аааа. Бывает. 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 Так что еще раз поздравляю всех с днем Конституции Украины. Я желаю, что в будущем Конституция, скажем, более-менее часто не менялась. И чтобы не было дурноватых революций, дурноватых майданей, тогда хоть действительно сформуется традиция. А сейчас мы снова начинаем формировать. И час, час, час. Дякую за вас. До свидания. Продолжение следует.